ГОССЛУЖАЩИЕ РЕГИОНА У них ограничений по возрасту, для каждого своя таблица нормативов, фестиваль своего рода репетиция. Значков ГТО здесь не зарабатывают, но показывают, как за них нужно будет бороться. Молодец! Мы знаем, что в 2014 году в марте вышел указ президента о проведении норм ГТО, за который потом каждый регион обязан будет и отчитаться, и сказать о состоянии здоровья нации. Мы помним при Советском Союзе, когда каждый старался получить значок, да не менее какой-то золотой. С 1 января 2016 года планируется включение в сдачу норм ГТО всех учащихся, общеобразовательных школ. В последующем вступают в бой студенты. И с января 2017 года уже все возрастные группы вплоть до пенсионного. В программе фестиваля полтора десятка дисциплин. Часть из них входит в состав комплекса ГТО. Это подтягивания, прыжки в длину, подъемы туловища, отжимания, наклоны. Многие участники показали класс. По ним без лишних вопросов ясно. С физкультурой дружат. Я непрерывно 12 лет уже занимаюсь в фитнес-клубе силовыми видами спорта. Спорт – это всегда здоровье, это отсутствие болезней в сезон, вирусов и общая физическая форма идеальная. Зимой лыжи, летом пробежки, велоспорт, футбол. В общем, все игровые виды спорта принимаем участие, потому что движение – это жизнь. Услуживающий должен обязательно быть в хорошей физической форме. Сейчас в области работают три пункта для подготовки к сдаче ГТО. Впоследствии такие откроют в каждом муниципальном районе. А принимать нормативы будут во всех общеобразовательных учреждениях. Улучшить результаты смогут даже те, кто сегодня совсем не верит в свои силы. Да я и одного раза не смогу. У-у-у-у! Это один хоть засчитайте! В командном первенстве лучшими стали представители управления по контролю и регулированию контрактной системы в сфере закупок. А сотруднику в СИН поставил рекорд в личном зачете. За 30 секунд сделала 36 упражнений на пресс. Потери энергии участники фестиваля восполнили на полевой кухне. А где хлеб, там и зрелище. Собравшимся представили показательные выступления по новым видам спорта. Катерина Мелихова, Роман Авраменко, Липецкое время. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова